Привет всем, кто смотрит канал Сумерки Богов. Это канал для тех, кому не безразлична судьба музыкального театра. Вчера стало известно, что сегодня и 22 декабря Анна Нетребко отменила запланированные спектакли оперы Тоско Пучини в Театре Ласкало из-за непредвиденной болезни. То есть 18 декабря артистка заболела так, что уже точно знает, что через 4 дня она не сможет выйти на сцену, чтобы встретиться со зрителями, которые долго и мрачно покупали билеты на ее спектакли, а многие даже специально летели в Милан. Ну, что называется, сами дураки. Кстати, по поводу билетов. Тут вчера взбалмошные тетеньки из числа Домингиста кричали на всех углах, что я вру, и билеты на галоконцерт бывшего тенора премьера были проданы чуть ли не в первый час продаж. Так вот, врут они. Я купил билет на Доминго всего за несколько дней до концерта, когда обнаружил на сайте Скала билеты на Тоску. Мало того, билетов там было достаточно много, и в день галоконцерта я сходил в кассу и увидел там нарядных людей, которые не покупали ничего заранее, а просто приехали перед концертом и купили билеты. Но фанатам этого не объяснить, конечно. Если они потратили две цены, купив билеты у спекулянтов, а билеты и так стоят в декабре на все модные представления в полтора раза дороже обычной цены в 230 евро, то им было бы обидно поверить в то, что они зря потратились. Самое смешное, что я сейчас наблюдаю, как нестроенные овации после юбилея начинают в отчетах поклонниц вырастать в бешеный триумф. И длина этого триумфа от рыбалки к рыбалке только растет. Вот уже где-то встретил полчаса. Но неофиты от оперы, значит, даже не понимают, что такой настоящий триумф. Рекомендую всем посмотреть видео в ютубе, где Груберова поет Арию Линды де Шамуни, а публика мешает ей продолжить. Это было в Лисео. Вот это триумф. А то, что было в Ласкало у Доминго, это дежурные аплодисменты. С билетами на Тоску все было намного хуже, правда. Постановка этой оперы, скажем честно, была раскуплена не только из-за нетрепка. Все же итальянцев очень привлекали имена тенора Франческо Мелли и баритона Луки Сальци. Итальянцы, как и русские, сейчас очень хотят, чтобы на вершине оперного Олимпа было больше их соотечественников. Но к четвертому спектаклю, на который я купил билет за несколько дней до него, будучи в Берлине еще, ажиотаж все же спал. И в этот вечер, который оказался для Анны нетрепко последней в серии Тоски, несколько человек, которые приехали, скажем, на Доминго, пошли в кассу и купили там билеты. Да и в портере в этот вечер зияли пустотой пара самых дорогих мест. Согласитесь, 300 евро за такое шоу, который нам показали в трансляции 7 декабря, людям уже не хотелось отдавать. Да и вообще, как часто фанаты артистов пытаются привязать к их славе вот эти показатели. Хлопали 20 минут. Кто? Вы сами же и хлопали. Все билеты проданы. Кому? Спекулянтам? Консьержам отелей Мандарины Булгари, которые потом, обнаружив слабый интерес постояльцев, сдают их обратно. Сколько людей специально приехали? Ага. Раньше ездили на шопинг, иногда забегали в скалы на первый акт для чекина, а потом в рестораны. А теперь шопинг, который год приобрел уже концептуальную поддержку в виде нетрепко. Театр Ла Скала, конечно, превратился сегодня в ужасную помойку. Нетрепко здесь много лет назад забукали в регалета, а она тогда лучше пела намного. Сегодня, кажется, выводят дустом даже лоджианистов, особенно в дни премьеры, чтобы в трансляции на весь мир не было эксцессов. Да и те итальянцы, что были в театре, в основном мало были похожи на меломанов. Во всяком случае, в ложах вокруг меня так и было. Конечно, они не наряжаются, как русские, в длинные платья, чтобы потом сидеть на неудобных табуретках. Но Ла Скала же не понимают люди, что смешно выглядят в своих вечерних нарядах на рядовых спектакле. И да, вот вопрос, который я не задал своей соседке, русской, хотя очень хотелось. Что она потом будет делать с записью спектакля, который она снимала практически целиком? При этом была абсолютно равнодушна к происходящему на сцене. Ни разу музыка ее не затронула. А ведь сайт Ла Скала начинается с большого портрета Нетрепко в Андре Шинье и надписью «Let your soul be touched». Дайте прикоснуться к своей душе. Не дают. Увы, происходящее на сцене мало кого может тронуть. Ведь мы давно это наблюдаем, и я устал говорить. Примадонна выходит на сцену без всякого удовольствия, точно выполняя повинность. И даже на трансляции, где ее лицо все время показывали крупным планом, она не пыталась хоть немного быть естественной. Пучини, как и веристы, писали музыку не для вокалистов, а для артистов. Она по музыкальной и эмоциональной подаче приближена к человеческой речи, естественно итальянской, поэтому пылкой и страстной. Здесь самое последнее сосредоточить все силы на арии Виссидарта, Виссидаморы. По правде, ария – лучшее место у нетребка в спектакле. Там все достаточно лирично написано, и ей легче всего здесь, как, впрочем, в начале первого акта. Хотя на неофитов от оперы, которые привыкли к разного рода галоконцертам, как раз эта узнаваемая ария и производит самое настоящее впечатление. Все остальное, самое важное для нас, самое ценное – ревность, страсть, принятие важного решения об убийстве Скарпия, разговор с Кварадоси в последнем актом. Все это дается Примадонне с трудом. Она занята тем, что ей надо отоваривать все нотами, которых у нее в связках, что называется, нет. Поэтому она тужится, и как написал даже вчера один ее поклонник у меня в странице, это больше напоминает вой. Вот даже поклонники некоторые слышат, что сопрано не стоит браться за такие партии. Но это еще, конечно, цветочки. Впереди у Анны нетребка дебют в партии Турандот. И сколько бы она ни делала заявлений, что эта кровавая партия не сложнее, чем Лю, мы послушаем, как она будет и петь, и каким будет ее голос после того, как она споет несколько спектаклей в Мюнхене. Кстати, «Сумерки богов» обязательно вам расскажут и об этом эксперименте. В этом спектакле в Ласкало режиссер Давида Ливермора вообще мало и плохо работает с артистами. Не его это конек, видимо. Я понимаю, почему он придумал дублершу для Тоски, летящую на лонжи в финале. Видел в свое время Париж, как отважные певицы прыгали лицом к публике и летели. Но Анна нетребка не будет делать ничего подобного. Она хочет на сцене быть просто красивой и отметает режиссеров, которые мешают ей проявлять свою истинную сущность звезды. И тут даже можно обратиться для обоснования к научным теориям. Некоторые исследователи отмечают, что с началом 20 века в культуре произошли значительные антропологические издвиги, результатом которых стала гипертрофия, освобождение нарциссического элемента. Нарциссизм формирует в структуре личности так называемое «грандиозное я». Психологи выделяют 4 типа такой «я» концепции. И артисты вроде нетребка по этой теории чаще всего лелеют себе необыкновенно грандиозное «я», призванное внушать восхищение другим. Нарциссизм и аутоэротизм становятся легитимными, формируют сегодня рекламу, моду, эстетику глянцевых журналов. И разве все это сказано не про нашу героиню? А поклонницы таких исполнительниц, они, естественно, дистанцируются от всевозможной рефлексии. Они скорее обеспокоены необходимостью себя развлечь, стремлением получить жизненные впечатления и причем сделать это немедленно. Продается скорость и моментальное удовольствие. Как всегда, хочу напомнить вам, что на портале Вимео вы можете найти мои лекции о разных операх, которые идут в Москве, Париже, Мюнхене, Цюрихе. 6 февраля жду всех в музее Марины Цветаевой на лекции о опере Садко Римского-Корсакова к премьере в Большом театре. Уже немного осталось времени до подведения итогов декабрьского конкурса, главным призом в котором стал билет на спектакль «Соломея» в новой опере с участием Еленой Стихиной. Пишите комментарии и не забывайте указывать, чем вам нравится эта певица. Наконец, главный конкурс до 15 тысяч подписчиков, сейчас их 14 600. Условия простые. Зовите своих друзей подписаться на канал «Сумерки богов». Любой из последней тысячи подписчиков может стать победителем. Приз на этот раз удвоенный. Два диска и две книги и ваш друг-победитель может поделиться призами с вами. Сегодня объявляю сбор вопросов, на которые я отвечу до Нового года. Посылайте мне ваши вопросы любым удобным способом. В Фейсбуке, здесь в комментариях, на почту под этим видео. Сделаем отдельный ролик. Давайте таким образом вместе подведем итоги 2019 года. Вопросы принимаются до 12 часов 25 декабря. Быть красивой вот в этом ужасном сарафане с открытыми руками непонятных цветов, скажете вы. Уже только ленивый не оттоптался на критике костюмов этого спектакля. Ничего более уродливого за последнее время я точно не видел. При этом про бантики на туфлях Примадонны не забыли. Когда Скарпия заваливает ее на пол и задирает ее юбку, эти бантики выглядят как издевательство над постановкой. То есть их придумать вы не забыли, а вот догадаться до того, что Скарпии нет смысла себя так вести, у вас просто мозгов не хватило. Звериные инстинкты оставьте немому кино. Впрочем, создатели этого спектакля все время путаются. Что же они хотят показать зрителю? Дичайшая эклектика архитектурных исторических деталей, технических возможностей сцены, костюмов солисты, что за примитив с окровавленным плащом Скарпия, живых картин эпохи барокко. И что, правда, фанаты нетребко считают, что вот эту кашку достойной классической оправой для своей любимицы? Кстати, непонятно, почему весь финал второго акта, где у Тоски должно быть много всякого действия, нетребко плохо и фальшиво хлопочет лицом на аванс сцене, не двигаясь. Здесь зачем дублерша, нависшая над трупом барона, понадобилась? Примадонна не может сыграть эту сцену? Ну, пусть посмотрит видео с Калос и Гоби. Да попытается повторить. Поклонники ведь ее все убеждены, что она в тысячу раз лучше всяких там Калос. Вообще, когда разгорелась дискуссия по поводу цветов платья Сарафана, там уже дошло до расшифровки этих самых цветов, и одна молодая девушка написала, да это вообще цвета Супермена. И правда, наша русская певица в последние годы ведет себя как заправский Супермен. Выступает с чесом по городам и весям, чтобы спасти провинциалов от бескультурья. Прилетает спасать концерт Пахмутова или свадьбу друга в Баку. Если болеет и отменяет спектакль, старается не сидеть дома, а устраивает бурную светскую жизнь с выкладыванием отчетов в Инстаграм. А те, кто недоволен, посылаются далеко на чисто итальянском языке. Вот и в этом спектакле, когда сцена поднимается метра на четыре, чтобы показать страдания Каврадоси под ней, она укладывается на самый край, ее дородный бюст опасно свистает за пределы сцены. Только Уберменш от театра так может. Вот прыгать не прыгает в конце, но лиха беда начало. Партия-то новая, еще как прыгнет. Вообще я рад, что поехал и посмотрел это скучное, тоскливое провинциальное шоу живьем. Еще раз убедился, что Шаи плох в итальянском репертуаре и даже придумка с использованием нового критического издания партитуры Пучини не помогла. После моего ролика по трансляции, конечно же, набежали фанатки, какое вы право имеете писать и рассказывать по трансляции. Ну вот съездил. И скажу вам, что мало что изменилось, только хуже стало. Нет у этого спектакля энергии, способной заряжать. Единственный, кто в тот вечер пытался быть на сцене искренним, это Атар Джорджики, который в срочном порядке заменил Франческо Мелли. А то, что верха его немножко натружены звучали, спишем за счет внезапности и волнения. Удивительно, а еще одна вещь. Как только нетрепко выходит, сразу становится так громко, как будто на ней микрофон. И в МЭД все время поговаривают об этом, но я обычно не верю. А тут в Милане просто правда начинаешь соглашаться. Но не может же сопрано вот все время настолько громче петь, чем другие солисты. И снова, это претензии тех, кто хочет противопоставить любым способом нетрепко и Эрнандес, которые теперь прибавили два спектакля Тоски, чему я уверен, она рада. Нетрепко же больная и несчастная полетела домой. А как не заболеть, когда ты уже, можно сказать, годами поешь не свой репертуар, дерешь глотку и всеми силами соцсетей и компании Шапарт пытаешься доказать очевидную ложь. Я нынче пою не хуже, чем раньше. Хуже. В Милане она все уже видела. Все спела, что хотела. Наверное, все купила и все съела. А гонорары власкала маленькие. Она уже свое на трансляции добрала. Не волнуйтесь, дорогие поклонники. Хватит на новые платья, чтобы радовать вас каждый день в инстаграме в рождественские праздники. Повторюсь, все ерунда, если бы пребывание на сцене Примадонны было бы чуть более функционально, чем простоявшая на заднем плане во втором акте бессмысленная арфа. И если бы, как я говорил в прошлом ролике, ее откровенно не примадонский вокал она не вываливала на фанатов, задавая им корма для дешевого восторга. А так поставила галочку, спела еще одно открытие сезона в театре, который некогда был меккой меломанов, а теперь стал местом демонстрации снобского отношения жизни, причем по обе стороны рампы. Между прочим, и Мэтт получил по мозгам от множества меломанов за рекламу, в которой нетрепко противопоставляется олдскульным, по мнению мэттовских пиарщиков, Калос и Сазерленд. В кометках там одни рыгающие эмоджи у них. Но сегодня увидел потрясающее видео. Сначала Сазерленд валится на пол ходульно, но абсолютно в духе своего времени, а потом показывает, как в постановке Макбета нетрепко валяется на полу и оглаживает свои бедра. Вот собственно и все, что надо знать о сегодняшних звездах. Раньше пели, а теперь готовы срамные места на сцене трогать, только бы публику завлечь. И полетела наша янгскульная Примадонна из Милана, как настоящий супермен дальше, спасать кассу других театров. А может быть доучивать Турандот? 31 декабря в Мэтт надо хотя бы второй акт представить в галоконцерте. После спектакля, да, фанаты кричали браво, хлопали во все ладоши. Но тот, кто вновь назовет это триумфом, не видел настоящих триумфов. Они, видимо, окончательно канули в лету вместе с ушастыми меломанами и звездами, которые выходили на сцену ради не только гонораров. Спасибо, что сегодня вы были с нами. Подписывайтесь на наш канал здесь и в Телеграме. Помните, что мы всегда говорим вам только правду. Мы экономим ваше время и ваши деньги. И до новых встреч на канале Сумерки Богов.